Тарантино по-калининградски Здравствуйте! В эфире служба новостей «Город» в студии Марии Лукьянова. Я и мои коллеги расскажем вам о событиях пятницы, 21 октября. Смотрите в ближайшие минуты. И главной теме дня. В Калининграде произошла история, развязка которой напоминает шекспировские трагедии. Гражданские муж и жена, которые родились в один день, 14 апреля, выпивали в компании своих приятелей. И что-то не поделили. 42-летняя женщина ударила 40-летнего мужчину ножом в живот. Однако раненый возлюбленный в долгу не остался и нанес ответный удар тем же оружием. В результате его гражданская жена скончалась на месте. Подробности страшной трагедии в первом материале выпуска. Спонсор темы дня – юридическая компания «Гарант Плюс». Герой этой грустной истории, оставшийся в живых, показывает орудие убийства. Со своей подругой он был, что называется, на ножах еще до трагедии. Жители дома слышали, как гражданские муж и жена ругались. Но было такое редко и всегда интеллигентно. Именно в этом доме и случилась шокирующая трагедия, как нам рассказали соседи. В квартире, где произошла поножовщина, царили совсем не шекспировские страсти, а все дело в банальном бытовом пьянстве. Правда, пара, которая так любила крепкие напитки, особых хлопот соседям не доставляла, шумных компаний не водила и вела себя довольно тихо. Жительница дома Нина Платонова поняла не сразу, что случилось непоправимое. Когда женщина зашла в подъезд, ее смутила открытая дверь соседской квартиры и количество полиции на лестничной клетке. Но спрашивать у стражи порядка женщина ничего не стала. Оперативники обратились к ней первыми. Попросили только две коробки, видимо, для того, чтобы сложить там, как они сказали, ножи. Это же нельзя, наверное, войти. Сказать лишнее Нина Платонова боится. Уж очень темная, говорит история. Но поговорить о том, что у нее за соседей, согласилась. По словам женщины, виделась с парой она редко. И только здоровалась. Убитая девушка жила в квартире чуть больше года. Так-то они вроде как работали. Вот когда пили, они заходили в комнату, но они нигде не бродили. Но пили хорошо. Девушка пила хорошо. Следовало ожидать, что пьянство никогда хорошим не заканчивается. Однако то, какую роль играл алкоголь в этих отношениях, сразу становится понятно, глядя на главное действующее лицо. Мужчина понял не сразу, что полицейский задает вопросы про его возлюбленную. Она сейчас где и как она? Кто? Ну, женщина, которую вы ударили. Там вы делали. В каком она сейчас состоянии? Ну, это доза курсора. Ну, убитая женщина. Умерла. По словам калининградца, ссора произошла примерно в 9-10 часов вечера. Убитая нанесла удар первая. Вам куда она ударила? Вот здесь, да? Ножом, да? Да. Мужчина в долгу не остался и ответил на удар. А после выяснения отношений на ножах, они спокойно разошлись по комнатам. На завтра свидетели ссоры, а проще говоря, собутыльники, нашли на диване друг своей подруги. А все потому, считает психолог Евгения Одигова, что алкоголь меняет сознание. И вообще, если говорить про то, что вот есть пара и есть алкоголь, это как третий. Это как, ну, кто-то третий в наших отношениях. Потому что мы тогда не друг с другом, а мы друг с другом через алкоголь. И вот если они друг с другом через алкоголь, ну, и это закончилось вот так плачевно, ну, тогда какую роль алкоголь играл в этих отношениях, ну, неизвестно. Глядя на кухню, не скажешь, что здесь совсем недавно произошло что-то страшное. Ни крови, ни разбросанных вещей. Калининградец сейчас находится в больнице, что его ждет, пока неизвестно. Ведь первым удар нанес не мужчина. Нина Чешкова, Эдуард Коновалов, служба новостей «Город». Спонсор темы дня – юридическая компания «Гарант Плюс». И к другим темам. Долгожданное открытие или возвращение на любимый маршрут. В Калининграде, наконец-то, начал работать перекресток улиц Багратиона, Держинского и Октябрьской. Долгое время по развязке ездил только общественный транспорт. Сейчас движение на перекрестке свободное. Но светофоры пока не работают. Они в мигающем режиме. Движение здесь было ограничено еще 27 июня. С того момента по развязке ездил только общественный транспорт. Тогда это спровоцировало транспортный коллапс. Местные жители подолгу стояли на остановках, а многие не могли понять, как теперь добраться до той или иной точки города. Местным властям пришлось даже перекраивать маршрутную схему. Работы на этом месте начались из-за реконструкции высокого моста, который соединяет магистраль с Октябрьским островом. Сейчас старую конструкцию разбирают, а ее детали было решено сохранить как историческое достояние Калининграда. Два элемента сегодня будет перевезено на территорию музея Фридландских ворот. Там основания для размещения подготовлены. Это две шестерни. Одна примерно 5 тонн весит, другая 7. Всего 12 тонн будет перевезено. И также мы попробуем перевезти часть элементов старых опор. Новые разводные механизмы делают на отечественных заводах и привезут в Калининград из Большой России. Планируется, что ремонт моста закончится в мае следующего года. Тем временем в России предлагают ввести налог на тунеядство. За отказ от официальной работы министр труда Максим Топирин предлагает платить 20 тысяч рублей. Похожий сбор уже действует в Белоруссии. Когда закон стартует в России, пока неизвестно. Об этом и не только. Далее в новостях короткой строкой. Партнер рубрики короткой строкой. Сеть аптек в Калининграде. Бюджетная аптека. Детский сад для пожилых людей в поселке Космодемьянского откроется в ноябре. Семьи, которые не могут заботиться о пожилых родственниках, могут с 8 утра и до 8 вечера оставить их на попечение дома-интерната. Кроме питания и сна, бабушки и дедушки будут заниматься специальной физкультурой. Чтобы записать человека в отделение, звоните по телефону, который видите на своих экранах. К чемпионату мира по футболу в город вернутся вытрезвители. Вернуть спецучреждения в города Мундиаля предложил главный нарколог страны Евгений Брюн. Его инициативу поддержал глава объединения болельщиков Всеволод Алексеев. Калининградские зоозащитники спасают четвероногую Нику с тройным переломом позвоночника. Собаку, волокущую задние лапы, заметили отдыхающие в Зеленоградске. Сейчас животное идет на поправку, но у волонтеров в запасе одна упаковка преднизолона, недорогого, но редкого лекарства. Если вы можете помочь поставить Нику на четыре лапы, обращайтесь в группу «Приют Ковчег» по адресу, который вы видите на своих экранах. Художникам предложили оформить стену арку Закхаймских ворот живописью, графикой или граффити. Тема – современное искусство внутри здания 19 века. Работы принимаются до 10 ноября. Заявка на сайте Калининградской художественной галереи. Первый городской канал продолжает искать таланты. Садитесь на шпагат в 93 года. Семилетняя кроха носит папу на руках. Ваша собака ходит на передних лапах. 24 октября на кастинге первое городское шоу талантов. Мы ждем взрослых и детей – двуногих и четвероногих в клубе «Риверсайт» на Ялтинской 20А. Приходите и удивите. Партнер рубрики «Короткой строкой» – сеть аптек в Калининграде – бюджетная аптека. Прямой эфир с космосом, саундтрек культового фильма и тысячи поклонников по всей стране. В Калининграде выступила известная рок-группа «Смысловые галлюцинации». В наш город музыканты привезли смешанную программу с песнями разных альбомов. А концерт прошел при полном аншлаге и несмолкаемых аплодисментах. Сейчас группа дает свои последние концерты. И, как признаются сами музыканты, пришло время подводить итоги. За что меломаны будут помнить группу и каков был звездный путь «Смысловых галлюцинаций» – узнавал наш корреспондент Марк Шкода. На концерте «Смысловых галлюцинаций» – аншлаг. Еще бы, за 26 лет творчества группа стала родной для российских меломанов. К тому же, калининградские слушатели больше не смогут вживую насладиться выступлением группы. Дело в том, что сейчас музыканты гастролируют по России с прощальным туром «Последний старт», а уже к концу года коллектив прекратит свое существование. При этом назвать группу старичками рок-н-ролла не поворачивается язык. Их музыка оставалась востребованной четверть века и всегда радовала поклонников современным звучанием. А начинали еще во времена СССР в легендарном Свердловском рок-клубе. Оттуда же вышли такие известные екатеринбургские клубы, как «Чаев», «Наутилус Пампилиус» и «Агата Кристи». А народная популярность пришла к музыкантам на стыке веков, когда их песня «Вечно молодой» попала в саундтрек к фильму «Брат 2». В будущем эта песня стала суперхитом и остается таковым до сих пор. Например, под такую композицию на ринг выходит чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев. Слияние гитарного и электронного звучания позволяет относить их к старому и новому поколению российских рок-групп одновременно. К слову, смысловые галлюцинации единственные, кто выступил на всех рок-фестивалях «Нашествие» с 99 по 2016 год. Однажды во время выступления группы в прямой эфир даже выходили космонавты МКС и цитировали строчки песен. «Отдельный привет группе смысловые галлюцинации. Кто летал, тем бояться нечего. Кто летал, тот с заданием справился. В темном небе кометы светятся, космонавтам такое нравится. Я сел на кипах звезды, жду удачу, считаю сдачу». Разноплановое творчество коллектива – один из секретов успеха. Оказалось, что у многих калининградцев даже некоторые моменты жизни ассоциируются с песнями смысловых галлюцинаций. «Песня «Звезды 3000» ассоциируется у меня с поездкой в лагерь, Балтийский эртейк, потому что каждый вечер на костре наш вожатый играл эту песню, и мы все подпевали дружно под костром». «Песня «Апрель» с расставанием с молодым человеком». «Мне нравится песня «Разум когда-нибудь победит». «У меня ассоциируется она с тем, что когда-то я попала в аварию, очень сильно меня сбила машина. Ну и потом, когда я в процессе реабилитации была, она меня сопровождала все это время». «Зачем топтать мою любовь, ее и так почти не стало». «Мне кажется, это для всех девочек очень важная песня, потому что для нас любовь – это очень важно. Может быть, для мужчин, не для всех настолько важно. Для Натальи это очень важно, поэтому мы сегодня здесь». Зрители добавляют – грустно расставаться с любимой группой. Правда, сами музыканты признаются. Пришло время завершать свою музыкальную «Одиссею» длиной в четверть века. «Вы, наверное, меня поймете, знаете, помните мультик про капитана Врунгеля, где как корабль назовешь, так он и поплывет, да? Но, представляете, жить 26 лет с названием «Смысловые галлюцинации» очень тяжело». «Мне не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть, а мы не предыдуем». Марк Шкоды, Екатерина Кальниченко, Служба новостей «Город». В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. ДТП с участием пяти автомобилей. В пятницу в 8 утра на перекрестке аллеи Смелых и Большой Окружной не поделили дорогу фура, грузовик и три легковушки. В итоге, по сообщениям очевидцев, машины перегородили весь перекресток. Образовался серьезный затор. По предварительной информации, никто не пострадал. Проводится проверка. Эфир продолжит рубрика «Место происшествия». Варил амфетамин в домашней лаборатории в Калининграде задержали 35-летнего химико-биолога. По данным полицейских, калининградец, имея высшее образование, устроил в своей квартире мини-лабораторию по производству синтетических наркотиков. При обыске у него нашли химические реагенты. По словам мужчины, амфетамин он изготавливал для личного пользования. Следствие проверяет эту версию, возбуждено уголовное дело. Калининградских водителей продолжают штрафовать за пьяную езду. Накануне в области задержали сразу 11 нетрезвых за рулем. При этом одного в состоянии алкогольного опьянения остановили повторно. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Напомним, всего с начала недели полицейские задержали 44 пьяных водителей. А с начала года по их вине произошло 74 аварии, в которых погибли 15 человек. Главная причина дорожных аварий в Калининграде – невнимательность водителей. Они не соблюдают дистанцию и скоростной режим. К такому выводу пришли госавтоинспекторы, посмотрев видеозаписи системы «Безопасный город». На кадрах запечатлены самые нелепые ДТП на разных улицах города. Так, к примеру, днем видеокамера зафиксировала аварию на Ленинском проспекте. Уже вечером здесь столкнулись еще две иномарки. Калининградская полиция объявила в розыск 32-летнего Ивана Абранина. Мужчину подозревают в грабеже и совершении особо тяжкого преступления против личности. Ранее он скрылся от следствия. Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Калининградца, звонить по телефону, который вы видите на своих экранах. Алексей Колодкин, Светлана Федорова, Служба новостей, город. И к другим темам. Искусственный скрипач и лауреат международных конкурсов. В воскресенье в Калининградской филармонии выступит виртуоз Иван Пачекин. Звезда мировой академической музыки известен по сотрудничеству с выдающимися дирижерами современности, а также по работе с Валерием Гергиевым и Денисом Мацуевым. В наш город скрипач прибыл заранее, чтобы сыграть с камерным оркестром Калининградской филармонии. Иван Пачекин работает с ведущими оркестрами страны и мира и считается одним из самых выдающихся молодых скрипачей России. Сейчас виртуоз кастролирует в рамках проекта «Звезды 21 века». По мнению экспертов, музыкальная интонация скрипача остается безупречной даже в самых быстрых и экстремальных пассажах. В этом концерте очень много элементов барокко. И также он очень интересен с точки зрения скрипичности. Очень сложный концерт, очень неудобный. Концерт пройдет 23 октября в 18.00. А в субботу в 11 часов Иван Пачекин проведет мастер-класс для калининградских музыкантов, где поделится секретами своей игры и даст советы местным виртуозам. Зарядиться хорошим настроением на комедийном спектакле, поболеть за любимую футбольную команду или погрузиться в творчество группы Ария. А может, укутавшись пледом, провести холодный октябрьский уикенд в компании Первого городского. Вариантов море. Наш канал готов помочь вам определиться с выбором и построить планы на выходные. Хотите посмеяться от души и хорошенько отдохнуть после трудовой недели? Тогда вам нужно спешить в Калининградский театр драмы. 21 октября там покажут знаменитую американскую комедию «Примадонны». Переодевшиеся в девушек мужчины в пикантных ситуациях, нешуточные страсти и забавные диалоги не оставят вас равнодушными. Спектакль начнется в 7 часов вечера, билеты от 300 рублей. А сейчас важная информация для поклонников группы Ария. Почитатели ее творчества смогут услышать песни знаменитого музыкального коллектива уже в эту субботу. 22 октября в клубе «Кури-бамбук» пройдет концерт, посвященный легендам отечественной хэви-метал музыки. И хиты, и даже редко исполняемые композиции начнут звучать ровно в 21.00. Всем-всем-всем, кто любит творчество Прамса, Моцарта, Гайна и Штрауса. В субботу на сцене «Янтарь-хола» вас ждет жемчужина музыкального мира. Венский филармонический «Штраус-оркестр». В ее состав входят лучшие мастера исполнительского искусства со всего мира. Они гастролируют по земному шару и удивляют зрителей оригинальной интерпретацией известных композиций. Оркестр ждет вас на самой крупной музыкальной площадке Светлогорска в «Янтарь-холле» в 17.00. А вот фанатам «Балтики» в эти выходные тоже не придется скучать. В субботу наша команда встретится с воронежским факелом на своем поле. К ленинградским футболистам, которые сейчас находятся внизу турнирной таблицы, победа нужна как никогда. Начало игры в 16.00. Приходите поддержать балтийцев. Ну а для тех, кто предпочитает домашний отдых, первый городской канал подготовил сразу два сюрприза. В эту субботу мы покажем фильм «Авиатор». Главный герой получил в наследство от отца небольшую фабрику, которую превращает в фантастически прибыльное предприятие. Однако деньги не дают ему покоя, и только на высоте нескольких тысяч метров он счастлив по-настоящему. А в воскресенье наши зрители увидят биографический фильм «Стайд Джоном Ленноном». Особое место в сюжете кинокартины, рассказывающей о детстве и юности звезды, занимает отношения музыканта с его матерью. Начало всех сеансов в 22.00. Хороших вам выходных и проводите их вместе с Первым городским каналом. Что хорошего произошло в жизни кренинградцев в последний день трудовой недели? Они расскажут вам сами в нашем традиционном опросе. Партнер рубрики «Хорошие новости» компания «Кёнигдорс». Ну вот иду с парикмахерской, красоту наводила. Сегодня выходной день у меня. Могу отдохнуть, почитать газету, книжку, выйти по воздуху погулять. В семье нормально, на работе тоже нормально. Съездили с приятельницей в Чкаловск, купили там хорошие дешевые куры лесные. Вот день вроде неплохой, здоровье не подводит, ну значит пока все нормально. Ну вчера было у директора генерального 55 лет, поэтому вчера попраздновали. Дала отчет за 9 месяцев пенсионный фонд. На шашлыках были, тоже хорошо. Партнер рубрики «Хорошие новости» компания «Кёнигдорс». Евро опустился ниже 70 рублей, радуют новости с биржи. Эфир продолжит информацию о курсах валют. Курсы валют на выходные. Доллар США 62 рубля 45 копеек. Евро 68 рублей 3 копейки. Польский злотый 15 рублей 70 копеек. А с прогнозом погоды на выходные вас познакомит наша ведущая Ксения Иванцова. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о событиях пятницы. Если и вы стали свидетелем необычных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. А в студии с вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам выходных. Партнер прогноза погоды – дом бизнес-класса Риттерхоф. Здравствуйте. Синоптики обещают дождливые выходные. К тому же ожидается усиление ветра аж до 15 метров в секунду. При этом столбик термометра не опустится ниже 3 градусов даже в ночные часы. А теперь подробнее о погоде на завтра. 22 октября днем в Калининграде пасмурно, небольшой дождь плюс 5. Вечером осадки усилится, а также похолодает до 3 градусов. Ветер восточный, атмосферное давление выше нормы. Партнер прогноза погоды – дом бизнес-класса Риттерхоф. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова